Здравствуйте, друзья! Сегодня хотим отчитаться об итогах краудфандинга, которые мы проводили перед вторым сезоном. Что у нас осталось, какие планы на будущее и, соответственно, с чего начинается наш второй сезон. На самом деле, мы уже вчера сняли первое видео, материалы первого видео в родовом поместье Лобановых. Так у нас получилось, мы это видео хотели сделать пораньше, об итогах краудфандинга, но в средней полосе, конец апреля, начало мая, очень такая горячая пора, огородная, и мы как-то не смогли найти это время. Хотели бы сразу поблагодарить всех, кто в этом поучаствовал, но поучаствовало довольно много людей. В общей сложности нам удалось собрать 185 тысяч рублей, из которых 125 тысяч рублей мы уже потратили. Как мы уже тоже объясняли, в эту сумму входит спонсорство. Мы нашли трех спонсоров. На второй сезон это компания Лоскутный Воск, это компания Маловарной Романовых и Добрая Земля, на которой мы сейчас находимся. О каждом из этих спонсоров мы расскажем в пяти выпусках второго сезона. Вы сможете это увидеть. Вот здесь вот мы взяли сегодня с собой продукцию компании Лоскутный Воск, одного из наших спонсоров. Они мало того, что поддержали нас финансово, они еще предоставили подарки участникам наших съемок. И, соответственно, в пяти выпусках мы подарим такой вот набор. Кстати, очень важно, потому что они все эти спонсоры связаны с родовыми поместьями. Да, да, да. Ну, мы, да, для нас это важно, да. То есть, ребята, это производство находится в Ижевске. И ребята, которые основали эту компанию, они создают поселение под Ижевском. Это наши ребята. Мыловарные Романовых... Семья. Да, да, это уже очень многие знают, да. У нас пока еще нету их продукции. Но мы договорились специально так, что они нам пришлют ее чуть попозже, чтобы, как бы, это мыло там не лежало долго. Потому что у них есть ограничения по сроку хранения. Это экологически чистая продукция. Ну, вот. И Добрая Земля. Ну, хотелось бы тоже поблагодарить Добрую Землю в лице Константина Липатова. И мы всех хотим пригласить на фестиваль, который пройдет в начале июля на Доброй Земле. Мы будем рассказывать в наших выпусках вот о Доброй Земле подробнее. И фестиваль будет очень интересный в этом году. Очень интересной музыкальной программой. И множеством интересных ведущих, там, семинаров, мастер-классов. Вот. Вы сможете посмотреть. Мы ссылку дадим. Хотелось бы также вот отдельно отметить. Нас очень здорово поддержал Артем. Бландый человек Артем, который нам выделил очень крупную сумму. То есть, и причем выделил ее с такими добрым напутствием. Творите. Вы делаете очень хорошее дело. Фактически, Артем стал тоже одним из спонсоров. И в описании к нашему видео мы будем давать ссылку на Артема. У него вы можете узнать. Он зарабатывает на криптовалютах. Если вам это будет интересно, то вы у него можете узнать подробности. Вот. Ну, только от себя хочу добавить. Мы с Артемом это обсуждали. Заработок на криптовалюте – это, соответственно, такая высокорисковая инвестиция. Это надо понимать. То есть, этот вопрос надо изучить как следует. Ну, вот у Артема вы сможете узнать подробнее обо всем об этом. Саша, расскажи, пожалуйста, что мы уже купили на данный момент. Еще раз всем привет. Ну, как ты сказал, 185 тысяч собрали. Ага. Из них потратили уже 125. Мы нашли компьютер здесь рядом с нами в соседней области, в Ивановской. Блокомпьютер. За 83 тысячи комплект получился. Системник 60 тысяч составил. Хороший монитор большой. Я после телефона просто душой отдохнул. На 27 дюймов монитор. Когда у меня вот программа, видно все части моего проекта. Отдельный большой экран. Это все на одном экране. Отдельный большой экран для видеть, что получается. Ты из какого-то из одного века в другой перешел, похоже. И в отдельном большом экране у меня там показываются, какие у меня файлы находятся в проекте. Два таких ноутбука. Еще снизу большая длинная лента для уже непосредственного монтажа. Ну да, это, конечно. Прорыв. Хочется сказать, что огромное спасибо высказать всем спонсорам, всем простым людям, которые по 100, 200, 300, 500, 1000 и так далее закидывали. Огромное спасибо. Плюс ко всему у нас были самые разные траты. Некоторые из них появлялись по ходу дела. Потребовался компьютер, клавиатура. Потребовался звук. Простейшие какие-то колонки. Я как-то, когда понял, что я вот везу компьютер такой вот, ну фактически он очень дорогой. Если бы новый, вообще был бы очень дорогой. Вот. Я понял, что я в свое электричество его не вставлю. Мне пришлось брать еще питание беспоребойное. То есть вот это вот непредвиденные траты. Петлички мы купили, наконец-то, хорошие петлички. Одну радиопетличку в комплект того, что было у меня. Проводную петличку. Они вышли у нас где-то 18 тысяч. Купили два хороших 4-терабайтных диска скоростных. По 7 тысяч у нас вышло. Один то ли, один не для проектов, чтобы у нас весь сезон, первый и второй, сохранился. Интересную штуку нашел для петличек. Сниматься может проект очень долго, несколько часов. Плюс ко всему еще могут быть у меня зимние съемки. Необычные аккумуляторы купил. Очень надежные, хорошие. С зарядником это где-то вышло, там чуть больше 5 тысяч. И начали открываться какие-то такие проблемные места. Мы вот у Лобановых снимали недавно. Одна камера в середине села. Сегодня попросил купить аккумулятор. Потом выяснилось, что когда мы три камеры начали использовать, один штатив у меня просто непригоден для такой работы. Настолько БУ, что уже просто дальше некогда. И получается, что еще нужен штатив. И в общем набегает на то, что еще по техническим вещам, ну, наверное, еще 15 у нас может уйти. Да, может даже больше. Ну да. Вот смотрите, мы на самом деле изначально там думали просто, ну, компьютер нам нужен. Когда-то Саша прицеливался некоторое время назад, там 50 тысяч. Но мы не знали просто действительно, как у нас пойдет. Сколько мы соберем. Соберем мы хоть сколько-нибудь. Тут очень важно отметить, что сейчас какой-то вообще просто что-то сумасшедшее происходит на рынке компьютерном. Во-первых, доллар подлетел, все подлетает. Раньше можно было купить какие-то видеокарты, да? Ну, там по цене 20-30 тысяч. А сейчас они стоят 80 тысяч. То есть, как отдельный компьютер. Ну, это, кстати, вот из-за криптовалюты. Ну, да, да. Это вообще жуть. Ну, кто знает, он понимает, о чем речь. А сейчас еще с жесткими дисками такая же ситуация. Да, да. Потому что она тоже технология. То есть, мы компьютер вообще не угадали. На самом деле, кроме системника, действительно, то есть, понадобился монитор, клавиатура, стабилизатор напряжения. Потому что у нас сельское электричество, там, где-нибудь ветер подул, снег нападал. Неожиданно дерево упало, прервалось. То есть, у нас бывали такие моменты, когда из-за напряжения, там, оборудование вылетало. То есть, это и в городе, по-моему, происходят такие вещи. А у сельской местности это вообще... И, конечно, очень не хочется испортить такую дорогую покупку. Вот. И сюда вот до кучи, соответственно, набежала еще там куча аксессуаров. Там просто вот к системному блоку, да, на который мы изначально ориентировались. Я, в общем, на самом деле заранее предполагал, что такая и будет ситуация, что что-то еще нам понадобится. Ну, вот. И у нас спрашивали, то есть, сколько вам вот нужно еще там денег, там, прям вот так вот спрашивали. Я говорил с запасом неким. И, как бы, сейчас, конечно, в этом смысле нам более-менее комфортно. У нас этот запас есть. Но перед началом сезона я хотел купить переносную доску. Ну, как вот школьная доска такая на треноге, которую можно просто принести, там, вот, соответственно, к участникам съемок, да, на участке, там, выбрать место, поставить. И чтобы хозяева, так сказать, которые нас принимают, они могли нарисовать схему участка. Вот, кто видел, может быть, первое видео, где я рассказываю, я на доске рисую схему участка. Вот, и, на мой взгляд, так, ну, более понятно. Ну, вот. Плюс там какие-то вот совсем небольшие, там, да, там у нас, например, такая идея возникла. Мы хотим в этом сезоне, когда приходим на съемки, организовывать чаепитие. Ну, мы, в общем-то, просим хозяев, конечно, организовать чаепитие, потому что это на их территории происходит. Но чтобы не приходить с пустыми руками, мы хотим тоже, вот, ну, покупать какой-то тортик или еще что-то. Этого будут еще расходы. Ну, и также мы уже озвучивали, что, собственно говоря, мы собирали деньги еще на дорожные расходы. То есть, у нас есть идея все-таки постараться вот в этом сезоне посетить там одно-два, а то, может быть, и больше других поселений. То есть, с выездом поработать. Это для нас будет новый опыт, потому что здесь нужно будет все заранее, все очень четко готовить. И чтобы нам с погодой как-то повезло. Или научиться работать в дождь, в какую-то неблагоприятную погоду. Ну, будем смотреть, как у нас будет получаться. Наверное, придется как-то и в непогоду тоже работать. Мы морально к этому готовимся. Соответственно, вот у нас есть на данный момент такой предварительный запас там 60 тысяч. Но мы из них, вот Саша сказал, техническую часть 1015, доска 4 тысячи, еще что-то. То есть, уже, считай, минус 20. Но, тем не менее, какой-то запас у нас есть. Возможно, еще что-то по технической части потребуется. Посмотрим, да. Тем не менее, оно у нас есть, и это здорово. На будущее я вот хотел еще такую мысль коротко озвучить. На самом деле, мне бы хотелось даже уже в этом сезоне, чтобы это получилось. И на будущее уже точно, там, на следующий сезон, чтобы кроме средств на оборудование и на какие-то издержки, у нас оставались еще средства в качестве гонорара. Потому что, ну, мы вот обсуждали тоже с ребятами, знакомыми. То есть, есть такая проблема вот в проектах, которые, ну, в нашей, как вот области, которая довольно поместивая, занимается. Что у нас люди занимаются такой благотворительностью, и это очень здорово. Но, зачастую, хорошие проекты могут заканчиваться, закрываться просто потому, что у людей нет возможности этим заниматься, им приходится зарабатывать деньги. И если будет какая-то помощь в качестве гонорара, да, то нам будет проще. Ну, вот, Саша, соответственно, ему для того, чтобы обеспечивать свою семью, он работает, занимается стройкой. И если будет у него какой-то гонорар, ему не надо будет так сильно рваться. И, соответственно, мне такая же ситуация, то есть, мне тоже будет проще. Вот, чтобы кроме дорожных расходов еще оставалось вот это вот. Ну, посмотрим, что у нас получится в этом сезоне. Ну, на будущее хотелось бы вот в этом смысле развиваться. Ну, в завершение, да, такой достаточно важный момент, мы хотели бы вас сориентировать. Мы немножко по-другому будем размещать видео в этом сезоне. То есть, в прошлом году мы делали видео, да, там, размером от часа до двух. И размещали все на канале Ладное ТВ. Вот, это вот канал Саши, которым Саша занимается, у него даже несколько каналов есть, да, там, посвященному своему поместью, посвященному, там, нашему содружеству, ну, в какой-то его части, да, хотя бы, там, охватывать. Вот, у меня, собственно говоря, тоже есть идея развивать свой канал. То есть, мне, я уже, ну, это начал делать и там разместил пару видео, каких-то таких содержательных по концепции, там, родового поместья. Например, мне хочется в этом направлении тоже развиваться. Соответственно, вот, у нас с Сашей такая команда, но при этом у нас есть желание развивать свои каналы. И мы вот с ним обсудили и договорились, что в этом сезоне, да, прошлый сезон все-таки у нас был такой фактически тестовый, пробный, как мы уже говорили, там, 10 раз. И вот те видео, которые мы размещали в прошлом году, такие, как бы, ну, вот, классические, да, такого размера видео о родовых поместьях, мы в этом сезоне будем размещать на моем канале. Вот, и мы дадим ссылку на мой канал, вы можете подписаться, имейте в виду, что они будут размещаться вот на моем канале. А на Сашином канале мы хотим еще делать режиссерскую версию, то есть это более длинная версия. Кому-то, наоборот, очень интересно впитывать буквально все там, о чем мы говорим. И вот им будет, возможно, да, интересно смотреть более расширенную версию, которая там не урезана, но вот она будет более длинная. Вот такая режиссерская версия будет на Сашином канале. И плюс в разных поместьях интересные фишки, так скажем, да, то есть у кого-то интересный там погреб, у кого-то пруд интересный, кто-то там, может быть, с животными там работает как-то хорошо, там, занимается, не знаю, там, каким-то бизнесом, да, например, какое-то дело организовал. И то есть можно делать более там узкотематические видео. Вот, ну, и, собственно говоря, мы будем смотреть, как будут развиваться наши каналы. Дополним. Да, давай, давай, да. У нас фактически материал общий, поэтому нам нужно просто сделать так, чтобы, как бы, интеграция произошла, потому что мы одним делом занимаемся, и хотелось бы то ли тоже подрасти, чтобы у меня тоже какой-то материал был, вот, и мы друг другу помогаем вот так вот. Ну да, мы просто стараемся договориться так, чтобы обоим нам было интересно этим заниматься. Вот мы нашли, вот, предварительно такой вариант. Посмотрим, как получится в этом сезоне. Ну, вот, имейте в виду, что, получается, на двух каналах будут видео. Советую подписываться на оба канала. Большое спасибо за веру в нас, за то, что, вот, не боялись, перечисляли деньги. Мы, вот, как видите, отчитались. Да, и продолжим отчитываться. Да, продолжим отчитываться. Такую маленькую рекламку ставить можно? Давай, конечно. Вот я с представителями компании «Лоскутного воска» когда-то пользовался ихними пробничками, потому что занимаюсь резьбой, да, я по дереву ложки вырезаю. В общем, этой штукой можно покрывать ложки, которыми ты будешь кушать потом. Вот. И я их очень попросил, говорю, ребят, сделайте мне промокод. Вот. Если вы хотите что-то такое приобрести, вот, можете, ну, у них на сайте вводить промокод «Ладные ТВ». В общем, вам 5% скидка. Они, то есть, мне так будет тоже чем-то помогать, за то, что мы друг другу помогаем, да. Потому что ребята наши, и качество у них, ну, только из натурального. Ну, мы в описании к видео эту информацию тоже дадим. На их сайт, на сайт «Маловарни Романовых» и на Артема. И на сайт «Доброй земли», правильно? Да. Я даже много сказал, давайте заканчиваем. Да, ну, я тоже хотел поблагодарить еще раз. Очень рады, конечно, что у нас так все получилось. И не хочется при этом на этом останавливаться, хочется еще дальше развиваться. Я надеюсь, у нас это тоже будет получаться. Спасибо вам огромное за поддержку, за помощь. Мы будем стараться. Увидимся в новом сезоне, в новых видео. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok